Шок-контент, код красный, банджи добавили в игру абсолютно новый экзотик, и это, присядьте, не револьвер. В это трудно поверить, так же трудно, как и в то, что ты снова на канале Трипл Вайп, а меня все еще зовут Джонни Лейни. Итак, весенний ивент начался с ресетом во вторник 16 апреля, а закончится он аж 7 мая, но тем, кто успел поиграть в это, понятно, что ивент заканчивается спустя день гринда, фармизная Бесконечный Лес ради новых сетов и триумфов. Так сильно любить Бесконечный Лес, чтобы просидеть в нем 3 недели, может только Осирис, и мы даже знаем почему. Вот вы спрашивали, будет ли видос про ивент, а о чем там видосить, как триумфы выполнять, как пользоваться веселящим тоником. Давайте лучше расскажу, как получить эксклюзивную секретную эмблему, вот об этом не все как раз знают. После выполнения триумфа Суперпраздник, в котором нужно убить 150 противников с помощью суперспособности, вы сможете забрать бесплатную эмблемку с раздела Награды Банджи. Подтверждаем получение через свою почту и забираем эмблемос в коллекции. Не забудьте перезапустить игру, бывает с первого раза не прогружается. Во, теперь красота, теперь вы знаете, что за эмблема Джонни. Забрать эту эмблемку можно до 30 апреля, так что торопитесь. Вот это гайд, вот это контент, ага. Ну так что с арбалетом? Арбалет ждали, спрашивали как получить и вот дождались. Нужно завершить триумф «Оторвемся», который гласит «Выполните 7 любых триумфов весеннего карнавала 2019». Бегаем налеты, бегаем горнила, бегаем лес. Беги лес, беги. После получаем экзот у Евы и идем тестить. А почему мы нет? По пути читаем перки. Перк «Совокупная сила» стреляет снарядами, наносящими высокий урон вражеским стихийным щитам. То есть это кинетическое оружие без элементального урона, но при этом с легкостью пробивающее любой стихийный щит противника. Хм, интересно, особенно если учесть, что эта особенность хорошо работает в связке с другим перком. Дестабилизатор, благодаря которому, пробив вражеский щит этим оружием, вы некоторое время сможете наносить ему увеличенный кинетический урон. То есть сбили щит любой и получили бабку урону. Прирост к нему составит около 40%. Очевидно, эта фича задумывалась именно для ПВЕ. Как там работает? А главное, где может пригодиться? На ум приходит сразу три варианта. Сумеречный налет с разными щитами, суд и гамбит прайм. Давайте проверочную работу проведем. Если вы идете в сумеречный налет с рандомными игроками, без связи и при том зачем-то усложняете себе жизнь, выставляя элементальный урон и мод, который не позволяет комфортно сбивать щиты с несовпадающим уроном, то это зверь коряга может вам помочь. Сносите щит любому гаду, а потом еще и наносите хороший урон по следующим выстрелам. Патронов больше главное носите, ну и продумайте тогда, что хорошего вы возьмете во второй и третий слот, чтобы разным стихиям принадлежали и по урону могли выручить. Особенно на боссфайте, поскольку арбалет как оружие с ДПС по боссам далеко не лучший вариант. Гамбит прайм? Да, в твоем любимом режиме тоже нашлось место этому экзоту, но прежде чем я расскажу об этом, минута для спонсора этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, если надоело мучиться с пвп этапами квестов ради тех же сезонных пушек или фарма триумфов, выполнение квестов на шип и последнее слово, тогда на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов, и сделают это быстро и качественно на любой платформе. Особенно актуально на время проведения ибдов, лут с которых эксклюзивный. А по промокоду Трипл Вайп ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%, ссылка в описании. Итак, Гамбит прайм. Тут главных сценариев применения два. Блокировщики и ведьмы со стаками на первобытнике. Блокировщики, конечно, отлично отлетают с каких-нибудь Йотунов или Икела, но если вдруг ваш часовой не справляется, вы можете на любой дистанции помочь ему со сбиванием щитов на средних блокировщиках. Интереснее все же на ведьмах. Вы знаете, что у каждой из трех ведьм разный элементальный щит. Так что, если ваш паук-отшельник за один заезд сотрет ведьму с пустотным щитом, то вот с теми, кто будет с другой стихией, иногда бывают какие-то неловкие проблемесы. Теперь с арбалетом вам будет плевать какой там щит. Сбиваете, даете еще шот в голову, все, погнали на следующую ведьму. Круто? Да. Но проблема в том, что вам нужно хорошо будет поломать голову над тем, чем вы будете наносить урон по первобытнику. Экзот-слот? Занят. В третий слот подобрать годную легендарку непросто. Так что надо решить, нужна ли вам эта головная боль. Я бы советовал следить за тем, чтобы в команде не было больше одного такого арбалетчика. И да, по-любому с ним будут гонять захватчики. Килы с арбалета делать одно удовольствие. Да и на своей стороне захватчика с ним встречать тоже можно при должной сноровке. Но учитывайте, что помощь в прицеливании тут не такая конская, как у губителя королев. Так что придется все же учиться стрелять. Вот что чувствует одержимый. Наслаждайся. Один вес. Разум мой. Да ты просто головорез. Осталось 10 секунд. Да! Мы ведь хотели с тобой подраться. Сами напросили. Ну и третья, названная мной ранее активность, суд. Это конечно прям очень-очень с натяжкой, но если вдруг, когда вы решите отправиться в этот райский уголок пофармить сеты, будет активен модификатор призма, который постоянно меняет тип повышенного урона, то вам не нужно будет сильно переживать, если ваше спешл оружие не подойдет по очередному щиту. Просто лупите с арбалета. Вот и все, что можно сказать о ПВЕ применении. Странное. Иногда вполне практичное, но занимает слишком ценный экзот-слот, что не позволит раскрыться ему ни в одной активности. Поиграть с ним недельку можно, но не больше. В ПВП примерно то же самое. Работает исключительно на дальней дистанции. Лучше сочетать его с пауком-отшельником или каким-нибудь револьвером, дробовиком. Поставил боди, дебил. Ой, поставил боди, добил. Я как уже говорил, а им ассис тут ниже, чем на других представителях в классе. Попадать с распрыжки в голову вы будете едва ли. Но это оружие в первый слот, которое позволяет все же ваншотать в голову без оптического прицела. Ульту, разумеется, не контрит. Если вы всегда были фанатом Кривого Клыка, то теперь он есть в первый слот. С чуть меньшим уроном, но работающий на зеленых патронах. Не забудьте отрыть свои шмотки с перком Собиратель патронов на линейно-плазменную винтовку, чтобы нужды в патронах было меньше. И воюйте. Если для вас игра с метой уже в печенках, то вперед, арбалет станет для вас новым оружием. Хоть и время привыкнуть необходимо. Хотя я бы на вашем месте в горнила на время ивента вообще не совался. Любой режим из-за работающих бафов превращается в режим хаос с бесконечной ультой и гранатами. Даже состязалки. Такие дела. Прости, Дэрил, мы все про... Спасибо, что посмотрел это видео, Страж. Не забудь поставить свой весенний лайк, подписаться на канал и услышимся в следующих роликах. Счастливо!